GetFun на связи! Получив больше опыта игры на интригующей новинке Тромп, готов представить вашему вниманию разбор, в котором мы не только поговорим об отличиях в ТТХ, но и о том, как именно играется этот корабль и кому он может понравиться. Ведь, как оказалось в боевой проверке, не каждый недостаток мешает и не каждое преимущество помогает настолько, чтобы быть заметным. Звучит это как бред, согласен, но не торопитесь с выводами, ведь сейчас вы все поймете. Но перед этим прошу прожать лайк, если уже накопили угля и не хотите тратить его на всякий там шлак, и именно поэтому включили это видео. Я же тем временем поблагодарю бустеров, благодаря которым у меня сохраняется возможность вести этот канал на ютубе, и благодаря которым, в общем-то, это видео и появилось. А если вы тоже хотите поддержать выход новых видео, то ссылочка на наше морское братство и на другие полезные ресурсы находится в комментариях. А теперь к теме. Если коротко, то Тромп – это новый эсминец, который очень скоро появится в Адмиралтействе за уголь, и я думаю, что он станет аналогом Наполи или Кирсажа в мире эсминцев. То есть корабль точно интересный за счет обширных возможностей. Но уж при этом точно не имба, на которой одной левой можно тягать победу за победой. Влиять на бой можно и порой очень даже серьезно, но для этого необходимо потеть. А теперь добавим немного мяско-фактов в наш бульон размышлений о том осём. Обширные возможности корабля в основном завязаны на том, что тут одновременно есть несколько эффективных способов нанесения дамага. Скорострельная крупнокалиберная артиллерия, торпеды с высокой дальностью хода и быстрым временем перезарядки и голландский авиаудар. Сам факт присутствия обширного арсенала впечатляет, но есть подводные камни. Торпедные аппараты тут трехтрубные, причем по одному на борт. Так что супец торпедный получается на фланге жиденький, даже если вы трудитесь и скидываетесь с обоих бортов. Дополнительно усугубляет ситуацию с супом то, что торпеды слишком близки по урону к аутсайдерским европейским, что само по себе не есть хорошо. Тем не менее настаиваю на том, что торпеды в геймплее играют высокую, если не ключевую роль, как один из способов вытащить ремку, держать противника в напряжении или просто давать дамаг, если мы умудряемся повесить затопление в кд ремке. И вот в этом типе геймплея нам помогает высокая незаметность этих рыбок и их скорость, а также скорострельность торпедных аппаратов. То есть эсминец берет в итоге не качеством, а число пусков. С авиаударами можно сказать все примерно то же самое. Авиаудары перезаряжаются быстро и бьют далеко, но вот урон вообще никакой. Теоретически это было предсказуемо при том, что пробитие бомб тут 21 мм, что сильно режет исходящий урон и позволяет дамажить этим вооружением только лишь картон, а многочисленных линкоров и крейсеров приходится дамажить только через настройки. Тем не менее тут мы тоже берем числом, а не качеством, ведь в бомб налете очень много. Настолько, что по итогам нередко может оказаться, что попаданий бомб вы даете больше, чем попаданий из артиллерии. И благодаря высокому шансу на пожар, бомбы неплохо позволяют или вытаскивать ремки, или же дамажить корабль в кд этой ремке. В итоге, если правильно подлавливать моменты, можно делать по урону весьма приятные партии, и этому совсем не мешают ни малый урон торпед, ни малое количество, ни слабый урон или пробой бомб. Ведь благодаря скоросредственности вооружения, мы растягиваем процесс уничтожения противника и сильно усложняем ему принципиальное выживание. Ведь одно дело – увернуться от залпа, который теоретически мог дать цитки, и получить огромное окно безопасного геймплея, которое случается также после уворота пачки торпед. Другое дело – жить в ситуации постоянного риска получения незаметной торпеды или получения пожара с налета, и постоянно в это время что-нибудь по тебе прилетает и дамажит. И именно из-за того, что данный эсминец очень много дамажит именно тикующим уроном, я рассматриваю артиллерию, несмотря на её калибр, в первую очередь, как способ либо нахлобучить эсминца, которому много и не нужно, либо как способ вытащить из цели ремку, чтобы погрузить её в настоящий ад. И всё потому, что несмотря на 150-мм стволы, которые имеют высокую перезарядку и после прокачки стволы имеют и приятную дальность стрельбы и баллистику, тем не менее беда артиллерии в том, что слишком уж сложно реализовывать её, не получив при этом удары по лицу. Так как тромб – это вам не просто медленный, он крайне медленный для уровня, что местами даже бесит, и он вполне себе большая и удобная цель, ведь по сути перед нами крейсер. И потому, знаючи, как он двигается, попасть по нему совсем не сложно. Причём избежать урона очень сложно, ведь в этом направлении можно рассчитывать только лишь на умение командира предсказывать развитие ситуации, так как привычного для многих эсминцеводов защитного дыма тут нет. Вместо него есть боевой форсаж, который на короткое время повышает подвижность и под которым хотя бы немного появляются какие-то шансы отмансить под фокусом. Но тут речь не про гарантированную защиту, а про то, что есть некий шанс избежать возмездия, то есть излишне рассчитывать на этот расходник не приходится. И именно поэтому тромб, несмотря на всю свою теоретическую мощь артиллерии, на практике стал для меня эсминцем выжигающим и затапливающим эрандом втихаря. И вот эту роль иногда удается выполнить на 5 с плюсом, и данный бой это только лишь подчеркивает. Тем не менее, налицо важный недостаток корабля. Для того, чтобы делать урон и уничтожать противников, недостаточно просто уметь стелять или выживать. Недостаточно правильно кидать торпеды или научиться разбрасывать бомбы. Для того, чтобы дамажить на тромбе, необходимо уметь делать все это, причем зачастую одновременно переключаясь между вооружениями прямо в течение сражения с одним противником. Правильно высчитываем проливы для спама, маневры противника для сброса бомб и подлавливаем моменты для атаки с артиллерии, когда риск получить по лицу меньше, чем раздать. Все это необходимо не просто делать хорошо, но и не забывать следить за картой, за динамикой сражений, выходя в атаку вовремя и уходя в защиту до того момента, как станет поздно. Так как вы можете либо оказаться на обочине рандома не успев подамажить, либо просто в борту. То, что в начале теории казалось ключевым преимуществом корабля, по факту проверки является его ключевым испытанием и причиной, из-за чего командир, возможно, перехочет выходить на тромбе в бой. Дополнительно усложняет геймплей корабля сомнительная мощь ПВО. Заградка тут, конечно, есть и местами она спасает от люстр, только в ПВО нет разрывов. От слова совсем. Так что сбитие авиации идет медленно и неуверенно, а из-за сомнительных маневренных качеств выживать под фокусом авиации очень даже сложно. И только благодаря высокому уровню маскировки на уровне универсальных эсминцев тромбу удается выживать. Перед авиками и отсутствием дымов, скажу, что не всегда на тромбе, даже несмотря на его незаметность, удается участвовать в захватах точек. Ну а теперь, когда с кораблем вы формально знакомы, могу рассказать про свой билд, которым я постарался вдохнуть жизнь в этот очень странный концепт. Сразу скажу, что один из больших недостатков тромбе – это то, что ему для комфортной игры необходим минимум 18-очковый кэп, которого, возможно, просто нет. Ну а если есть, то на первой ступени лучше брать башни, так как они слегка тормознуты и неудобны. Вторая ступень обязательно защита рулей, так как они вылетают регулярно и никакой шанс на пожар это не компенсирует. Дальше берем дополнительное хп, маскировку и отчаянный, который позволяет получить несколько драгоценных секунд перезарядки и повышает ДПМ всех видов вооружений. После обязательно берем бесстрашный, с которым хотя бы один, но разрыв появляется и немного повышаются шансы на то, что мы все-таки выживем после очередного налета авика. Ну а заканчивать билд рекомендую ослепляющим. Неожиданно хорошо показывает себя этот навык, ввиду того, что тромб особо уязвим в первые секунды после обнаружения, когда все пытаются сброситься по появившемуся эсминцу. Ну а благодаря высокой маскировке, бонус этот перезапускается в каждом дополнительному заходу. Так что под атаками мы можем больше фокусировать внимание на маневрах от авика, нежели опасаться возмездия линкора на дистанции. В модернизациях тоже есть нюансы, и если первый и пятый слот банальны, то вот во втором слоте беру форсаж, так как это единственный защитный расходник и он слишком быстро заканчивается, что неудобно, как и неудобны башни в базовом времени поворота и дальности стрельбы, так что третий и шестой слот тратим на смягчение данных недостатков. Четвертый слот, конечно же, лучше взять авиаудар, так как данное направление, на мой взгляд, тут наиболее перспективно и домашно, главное уметь им пользоваться. В итоге корабль получает смешанные эмоции. Мне он понравился, но понравился за то, что многим, скорее всего, покажется кактусом. У него много возможностей, но которые при этом требуют внимания к разным аспектам игры, потому разгоняет внимательность тромб лучше, чем любой другой эсминец, да и вообще любой другой корабль в этой игре. И вот именно за внимательность корабль может приятно наградить. Только вот если глянуть по статистике, то окажется, что либо тромб слишком уж многого требует, либо награждает как-то не так много, как и должен был бы. Ведь по итогам моей статистики он выглядит слабовато, как и по серверной, впрочем, тоже, несмотря на то, что сейчас его покупают исключительно те, кто готов раскошелиться на сомнительный аппарат, а значит, скорее всего, в принципе, знает, как необходимо играть. Лично в моей статистике меня больше зацепил небольшой процент выживания, который дался мне при среднем винрейте, уровне и опыте. Потому могу сказать, в порту найдется с десяток с другой эсминцев, которые смогут дать больше эффекта в бою при меньших затратах внимания и сил. Потому на имбочку корабль явно не тянет. Тем не менее, свое место в порту тромб занимает не зря. Он веселый и интересный. И потому, если есть уголек, который вы не против потратить на разнообразие, то могу посоветовать тромб к покупке. Но если вы хотите получить сильный корабль для фарма или для нагиба, то тромб лучше не брать, ведь разочаруетесь. Ну а на этом все. Надеюсь, видео было вам полезно. Жмите лайки и подписывайтесь на канал, если это так. Особые слова благодарности спонсорам с Бусти, в особенности адмиралам Константину Пучкову, Параноику, Слипу, Алексей Емельянову, Спартану, Чинчипосу и Лейтенантам, Нантиксу, Магмарлину, Арнольду Шорте, Артему и Гоу Страйдеру. Благодаря вам, а также другим подписчикам Бусти, канал на ютубе жив, несмотря на выключение монетизации и продолжат радовать всех зрителей новостями и обзорами. А на этом точно все. До связи и пока-пока.